К сожалению, хром не может отобразить страницу. Что? О, вот теперь работает. А ну-ка. Эй, дота, мечта задрота. Пусти-ка. Энна. Так, вроде-вроде-вроде что-то коннектит. Куда? Да. Кто там тебе пишет? Друг. You have a little problem, бро. Опять чайник включили. Это все факер. Мистер факер. Мистер чайник. Пишите все в твиттер, мистер факер, запарил ты со своим чайником. Сколько можно нам ронять? Согласен. Слушай, у меня не туда и не сюда. И это я сейчас про доту. О, у меня заработало. Еще реконект нажми. Подожди, у меня черный экран. Так, это не очень. Я не расист. Вроде ок. Что произошло? Что мне сделать, скажи? Перезайти? Консоль нажми еще. Не работает. Ну, просто перезайди. Окей. Попытаюсь. Так, ну... Что ты хочешь? Ну, ты можешь стартовать, я с твоего экрана посмотрю сюда. Да-да-да. Все-все-все. Да, игра остановилась. Нас подождали. Команды красавчики просто. С меня пивас. Счет не 0-0. Ну да, счет такая не 0-0. Вот сейчас Крэйзи у нас здесь умрет. И... Да, пытался причем набить Куроки. Куроки умирает. Еще сразу же встал 4-1. Вот так вот Крэйзи за 4 ценится у нас нынче. Так... Уютно себя чувствует. Дэндик сейчас в медле. У него большой прирост там и денег, и всего. Да, он... Испезинул талисман, кстати... Что ты? Ты его reconnected to the game. Красава вован! Красава вован! Ты-е-е-е-е-е-е-е! Так, хвост, ты посмотри! Уже начинает есть вражеских эншентов. Настолько он наглый. Этот хвост, он такой про хвост. У него, кстати, появится буквально еще... У него уже армлет есть, да. Нет, еще нету. Им надо за 450 купить. Каготочки. Каготочки? Каготочки. Как у Расамахи? Маникюр сделать. Слабахи. Понимаешь? Вчера начал смотреть Бессмертный, но меня не хватило в 5 утра. Эх ты, слабак. Слабак, пипец. Я просто вспомнил, что нам вставать рано. Я когда хотел посмотреть World War Z, я просто в 4 часа утра начал его смотреть. Я начал в 5, понимаешь? Я был чуть сильнее тебя. Но под конец был не сильнее. Даже какой под конец? Под 1 четвертую, наверное, уже. Хост вывозит у нас Мордиган все-таки. Добивается буквально последнего крепка. Оп, да, есть Мордиган. Десятая минута, Мордиган, Физы и Мидус. Я думаю, что это неплохо. 550 гпм, слушай. Я думаю, что это хорошо. 550 гпм, это реально дофига. И, опять же, этот антимаг по сравнению с лайфстиллером, даже если он будет с Battle Fury, он пока что как боец абсолютно не котируется, потому что АМ будет как мясо. Вот к нему прилетает БФ. Хорошо. Одиннадцатая минута Battle Fury. Это очень-очень быстро. Ну, нет, еще ПТ. Да, ПТ нет. Но там, как бы, Транквиллы тоже немного денежек потребовали. Так что, в принципе, более-менее... Ну, намного быстрее тайминга, скажем так, пока идет у нас Иллидан. Но все равно, все равно пока что он еще не слишком хороший боец. Если сейчас начнутся драки, то от лайфстиллера пользы будет намного больше. Но драк пока нету. И это, конечно, идет в небольшой минус для нами, потому что там, опять же, всякие инвокеры, достаточно серьезные такие воинственные юниты. Инвокеры очень воинственные. Барабаны, да. Барабаны появляются у Дэнди. Еще и барабаны воинственные, но это же вообще... Воинственные. Именно, именно. В Дэнди появляется десятый уровень, второй ауры пока что завелся. Смотри, что там хвост делает. Что делает хвост? Хвост настолько жесткий, просто зашел за вражеский тауэр. День уже начался, и он такой, блин, палево. Ну, ладно, пойду в чужом лесу еще немного пофармлю. Вдруг меня не заметили. Притворился шлангом. Антимаг уже пушит тир-2. Вот так вот. Ну, я думаю, Нави сейчас начнут пушить Т1. Очередной Т1. Кто его будет дефить? Дэнди, поднимись на ХГ. Зачем ты миссуешь? Не-не, это все для неудачников. Так, там, кстати, летит Нага. Два телепорта даже. И видят, где сейчас находится Иллидан, будут ли за ним выезжать, будет ли ульт от Куроки. Нет, Иллидан уходит на Эншентов. Иллидан... Иллидан воткнулся. Да, в лес воткнулся он сейчас. И так, будет ли Блинк? Будет ли Блинк? Да, Блинк обратно делает Блинк! Ну, и тут, конечно, его сейчас увидят. И нет, обратно не пойдут, просто, возможно, попытаются добить вышку в центре. Нави. Вышка сейчас упадет уже, у нее осталось 300 хп всего. Фигня. Хвост ее грызет, у него касались сверху птиц. Первую сломал, вторую. Ну, нормально, вот так вот. 100 золота просто, на одном месте. Опять же, это все для лайфстилера, которому это больше всего, естественно, надо. Цемочка у нас забирает вышку. Цемка с пауэртретс, у нее 800 хп, там, варды, смоук, стики, все как положено. Инвокер с барабанами уже. Инвокер тоже все отлично. Ну, и скоро будет форстаф дайгер и пиши пропалом. Тем временем, Нави заходит к второй вышке. ПТ появляется у Магина, все-таки решил собрать этот дивинный артефакт. Да, ну, разложил там транквилы, товарищ. И куда отправится Нави? Потому что тир-1 вышка осталась у нас только одна у команды Дайр. Это, да, это на топе. Фаник забегает на Сурдже, заканчивается смоук. И чуть-чуть, чуть-чуть, буквально не успевает. Ну, не то, чтобы там супер доля секунды, но реально чуть-чуть. Сам страйк, Дэнди, промазал. Еще один блинк. Нет, не получилось. Так, ну, Дэнди там, я смотрю, потеет, потеет. Причем санстрайк у него на единичку, то есть там 100 урона. Это не так уж и много. Каспер сейчас был недоволен. Так, смотри, тут находит Джоттум. Кроку или Кроку Джоттма. Ну, понятно, кто кого находит. Кошмары только что снились. Да ладно, ЦМ к этому убивает. Посмотри, вместе с хвостом, Нейчерс Профита, что он там делал? Они же без смака, без ничего были, насколько я помню. Ну, ладно. Фанник в это время в центре на Крейзи. Фанник просто выходит и начинает быковать. Мана у него, кстати, на Меку пока еще нет. Но у него, опять же, есть реген в бутылке. То есть ему пока не особо страшно. Так, тут улетает у нас Куроки. Под Слипом. А хвост забирает еще одну вышку. И Крейзи явно на его месте не прыгал так агрессивно, потому что можно отгрести моментально по полной. У хвоста совсем скоро будет Башер. Он сейчас кинет Медас, через 40 секунд за эти 40 секунд пофармит Големов. И Башер появится. Буквально минуты через полторы. Я думаю, что это сильно. Я думаю, на его пойдут драться. Появятся какие-то артефакты. Дэнди начинает собирать Форст Тафф. Но это неудивительно. Это же Дэнди. Да, это же Дэнди. Так, ты давай как-то поувереннее говори. А то зрители жалуются, что ты у нас как... Я не знаю кто. Как вялый... Просто вялый, ладно. Вялый кто? Ну-ка давай, подробней. Вялый комментатор. Так, сейчас я... Он пишет, что я пьяный, но я не пьяный. Я знаю, как тебя спасти. А ну поговори еще что-нибудь. Раз, раз, раз. Что, ты прибавил у меня? Да, я тебя немножко прибавил. Конечно, я буду вялым. Вы меня выключили. Нет, так ты был... В твой микрофон попробуй докричись. Смотри, у нас тут что делает хвост. Санстрайк. Санстрайк попадает. Ой-ой-ой, хвост. Попадает, кстати. Блин, 4 секунды. 3, 2, 1. Хвост, хвост. Хвост заныкался в крипа. Правильно. Вылез. Ну, Крэйзи ему все равно ничего сейчас не сделает. Да, и делает тэпаут. Причем тэпаут делает на топ. И у него нету хп, как такового. Маны тоже особо на прокаст не хватит сейчас. Как на прокаст, в принципе, может и хватит. Да, 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 на прокаст хватит. Посмотрим. Дэнди. Дэнди убивать можно только с просветкой сейчас. Также у него сейчас появится форстаф буквально через 400 денег. И его станет убивать еще труднее. Потом появится Дайгер, Юл. Это будет Мститель. Да, ну, Дэнди, Дэнди, он такое любит помансить. И артефакты постоянно собирает подобного плана. И Башер. Ровно через полторы минуты. Такой нереальный тайминг просто. Башер, Башер у хвоста. Ну, лайфстилер уже очень трудно убиваем. Если, опять же, его вовремя не скушает Бэйн. Но для этого надо очень сильно постараться. Хвосту в том числе. И всей его команде, чтобы так подставить его. Да, да, да. Так, пытался цепануть. Джоттан цепанули. Ой-ой, как разваливает-то Санстрайк. Стяжка, Дарксир, отлично. Фаник. Ну, кстати, смотри, там еще хороший голд снэп на антимага. Он не может никуда уйти. Сетка и стена. Сразу же на Аэма. А, отличная игра от Нави. Очень агрессивная. Это минус одна вышка еще за ними. Возможно, даже две, потому что магии не будет еще 40 секунд. А где хвост? Хвост ползет пихонечку на топ. Да у хвоста все вообще шикарно. Вот он пошел, там крипов подобивал. Еще и Мидас можно сейчас проклацать. Да, он так, скорее всего, и сделает. Вот он. Замидасировал Кентавра. И что, дальше пойдут Нави? А что им мешает? Они все фуловые, манны, тьма. Просто спокойно иди, иди. Никто тебя не остановит. Семки что-то прилетает. Даггер появляется у Даркфира. Воу-воу-воу. Ну, кстати, агрессии, да. Агрессии сейчас у Нави просто с избытком. Что там? А, Форстаф прилетел, Дэнди. Да, пять манны в секунду, и это очень много. Да. Так, что там, Дэнди есть, у него Метеор. Видим, что достаточно сбалансированный у него идет билд. То есть, 3-4-2 прокачка. Нету ярко выраженного никакого приоритетного скилла. Всего понемногу. Дэнди любит всего понемногу. Я считаю, можно все сделать. Не только что-то. В ситуации неприменимы, например. Тут, хоп. Пусть не так сильно. Да, но сделаешь. Много-много на самом деле. Правда, инвок еще на достаточно маленьком уровне, поэтому все равно много особо не покастуешь. Но, опять же, именно ситуативных скиллов на порядок больше. Конечно же. Тем более, что враг-то не особо выкупает, да? Насколько у тебя там что прокачано. Он-то видит это ЕМП, которое заряжается и в рассыпную, а там ЕМП первого уровня, который там... На самом деле, даже от первого уровня сейчас большинство-то очень сильно просядут. Что там у Бэйна 400 маны? Даже первый ЕМП для него это такой катастроф. Тоже правда. Своя магина напихала. Что, будут цеплять? Я думаю, сейчас Пупеев, Форстаф там толкнут? Нет. Ты посмотри, посмотри, как зацепили тут у нас Аэма! А, стяжка не особо правильная, не под Метеор. Тут все умрут. Пять секунд, да. Забирают. Даблкил делает Дэнди, да. Если бы стяжка была под Метеор, было бы вообще просто нереально красиво все это делал. Хвост заползает, начинает бить. Ему сейчас кинуть Мидас и собрать пачку крипов. У него будет Абузал Блейд на 20-й минуте. Да, причем Хвост его сейчас помансил, побегал. Все у него хорошо. Так. Он рейдж успел Жотом. Он Жотом приехал. Да, у него есть ультимейт, пытался себя заслипать, не заехал. И Светка по Крэйзи. Крэйзи тоже здесь умрет однозначно. Пытался замашнуть с ультимейтом. Отличная агрессия. Ну, мне почему-то кажется, что это ГГБ. Ну, действительно. 40 секунд не будет в апы. Скорее всего, вышка упадет. Алла Крит вешается на Хвоста. Он сейчас перекладывает Мордиган, я так подозреваю. Есть турна. Да, это минус-вышка. И я думаю, линию попытаются сейчас забрать. Нави или все-таки отступят. Хотя, Нави такие наглые, что могут попытаться все-таки и добить. Тем более, что у Хвоста есть рейдж, поэтому можно попытаться побыковать сейчас Хвост. Сакуру грызается. Колд снэп. Минус один. Ну и там у нас что? Там у нас... Так, отлично, по ЦМ-ку! И по Дайсволл. И у Крэйзи нету... А, он только что ульт тратил. Да, он потратил ульт. Да, я смотрю просто все такие лоу хп. Думаю, сейчас бы туда ульт квапы. Но она его уже успела проюзать. И, к сожалению, команды Посейдон никто не погиб. У Фреона нету просто ульты, потому что маны не хватает. Вот в той ситуации могло бы, наверное, пригодиться. Поплетает вниз 5 кусков. Просто 5000. Феснулся, чтобы восстановить себя какой-то. Хп. И что? Денает тавер. Денает тавер хвост. Не дает вообще никаких шансов. Ну и первая линия команды Посейдон упала на 20-й минуте. Сейчас это преимущество им отбить я не представляю. Как можно там, конечно, открыть графики, посмотреть. 10 плюс тысяч... Это уже 12, наверное. Да, 12 тысяч по деньгам. Это на 20-й минуте. Это забей, короче. Да. Цифры, конечно, очень страшные. По опыту ты посмотри. После вот этих сражений... Вот-вот, да-да-да. Ты называешь это сражениями. Ну, избиение, ладно. Мы видим, что просто в нереальный отрыв уходят Нави. Остановить их уже... Я даже не знаю, что только может. Ну просто Бэйн... Да, суппорт прикольный. Но... Но с ним должна быть какая-то агрессия. То есть через его слип должно что-то происходить. Там как-то алхимик накручивать, какая-то лина там подавать по щам. Что угодно должно происходить. Он не должен стоять и откидывать там свой слип, я не знаю, в одном единственном случае. Он стоял на медле. Он пытался закатиться. Да, блин, у него офигенный нюк. Это 300 pure damage'а. Это просто нереальное количество. Почему не используют... Есть что такое 300 по ЦМке вначале? Да. Ну, вначале хорошо. Да вообще, Рваню, ЦМке... Даже сейчас ей 300, это треть лица отлетает. То есть тут... Хвост фармит, тут рядом Фурион делает ТП в чужой лес. Ага, у них там Майндгеймс. Ну, я думаю, нави просто идут мидл. Вышка сейчас упадет. Она уже падает. Просто зайдут, потому что... Дамейджа сейчас у хвоста нереальное количество. Он купил себе еще гиперстоун, чтобы наваливать. Шустрей инвокер забирает вышку АМ. Снизу или на топе. Они начинают сплитпушить. Ребята будут сплитпушить. Хвост в наглую просто идет за Сакурой. Сейчас, просто... Да-да-да, он говорит, здравствуй. Визидж. Раз, два, три. Кстати, смотри, классно щекочет Бэйн сейчас. Мне кажется, это ошибка. Поступил он по барабану. Так, Дэнди, подбегает. О, ты посмотри, как Жотом отъезжает здесь. Да, конечно, тут без вариантов. Дарксир, даблкил, ну, ГГ. Дабл стил. Я не вижу смысла писать тут что-то... А, пытаются, пытаются тут еще запушить линию. Парни из Посейдона, но пришел Дэнди. Дэнди, айсвол сейчас будет. Да, айсвол. Ловит он Крэйзи, Крэйзи в Дэнди прокаст. Дэнди там уже слишком жирный, у него полторы тысячи хп. Упрыгивает Клопа, в нее в труп уже сетку. Да, сеточку накрыли. Завернули, скажем так. Завернули. Вам упаковать? Вам с собой. Погибает, кстати, хвост на вражеской базе, да. Сразу же делает байбэк. Конечно же, тут без вариантов. Вышку снес, хвост, но бараки остались целы. Я думаю, ненадолго. Да, я тоже думаю, ненадолго. Я думаю, ненадолго. И эта игра, скорее всего, закончится. Если... Наверное, конечно, могут прямо сейчас зайти на Рошана. Просто. Так, армлет у Наги появляется. Как тебе такое? Ну, неплохо. Почему нет? Хп не хватает же. Взял, нажал. Все, путем. Так и ЦМке тогда армлет надо? И ЦМ. Всем армлет. Всем перчатку, пацаны. Ну, хороший, на самом деле, айтем. Да, никто и не спорит, что он плохой. Нажал, он тебе 20... Ну, вот хп, конечно, тратит. Не тратил бы он хп, вообще цены бы ему не было. Да, именно, ему бы не было цены. Он бы просто не продавался. Хвост на хосте, кстати. Вот можно воспользоваться хостой, зайти, от него никто абсолютно не убежит под рейджем, если у Бэйна... Смотри, как он забавно бежит. Такой прям... Привет, Сакура. На, баш с первого удара. Какой ТП? Объяснил. Объяснил, что ТП против башера не работает. На крайняк там еще и обузал был, то есть, ну, 100%. Ну, если бы там уже с двух ударов не сработало, я думаю, хвост бы не пожалел. Он бы просто со злостью уже, знаешь, от души такой ему... По голове. В голову, да. Воткнул бы этот топор. Порчит, появляется у квапы, они думают, что это что-то сильно изменит. Кого тут арчидировать, если только Дэнди, но Дэнди... Да блин, у Дэнди уже... У Дэнди уже просто 1660 по МХП, с ним уже, в принципе, сложно что-то сделать. И, следовательно, он будет стоять, кастовать, кастовать, кастовать. А Дэнди-то уже с Аганимом. А Аганим у нас у Млокера неплохо, да? Да, бустит его, 4 секунды сейчас, правда, кулдауна у Инвока. Дэнди, я думаю, разочарован, что целых 4. Да, было бы 0, Дэнди был бы рад. Да, да. Правда, враги были бы не рады. Да, враги и так не рады, что там даже 4 есть. Вот Антимаг, вот есть у него, да, Баттлфьюри, Владмир, 2700. Но в драке он ничего не может сделать сейчас. Сейчас им просто снесут линию, да, сносят линию по Сейдонам. И от Глифа нет толку, просто не успеют подойти. Хвост, 2 удара, минус 2 птицы. Пополз, пополз за Бэйном, заставлять провязывать ульту. Тут же, блин, от Фаника, стеночка. Ну вот еще и Грейзи здесь поймали. Пупи, отличное БКБ, Грейзи стерли в порошок. Сахура. Просто испепелили. Фаника, ну тут. Там описал. Описал. Вот как-то так это все делается. 25 минут на весь, носят третий лайн. Я думаю, сейчас последует ГГ по ГГ. И шансы у Посейдонов будут не самые лучшие, скажем так. Так, да, правда пытается сейчас Посейдон там сами запушить, там засплитпушить. Тут у нас Фурион в сетке. Его бьет Куроки с армлетом. И Фурион умирает. Да, 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 должен сейчас умереть. Будет еще 2 тика. И умирает, не успевает улететь. Да, Оуныч. Тупи здесь. Своих БКБ бегает. Ну все, мега-крепы. Ой-ой, Куроку просаживайся. Там есть Нурдеган еще. Ой-ой-ой-ой-ой, как же это больно. Хвоста тут закайтили под фонтаном. Кто побеждает? Фонтан у меня хвост. Ну, пока фонтан. Пока у фонтан неуязвимый, то в принципе он в основном побеждает. Ну тогда ладно. Хвосту не повезло. Крэзи. Керасов хвост купил прям на чужой базе. Слушай, на базе у Нави тоже побегушки начинаются. Нави тоже потеряли, да, одну линию сейчас. Ну, одну. Хвост обузал. Магину жрет. Ой-ой-ой, какой сейв, какой сейв. Магины был, закрыл его сейчас Фурион. Но тут же хвост. Нужно Мардиган как-то рьюзать. Хвост! Хвост! О, погибает хвост. Фонтан не успел, чуть-чуть не успел. С Меккой уже прыгал. За Фонтан выехали. Прыгает дальше Антимаг. Антимагу просто нечем цеплять. Нет, у него ни башера, ничего такого. Чем бы можно было сейчас навредить. Хотя Фонтан, Фонтан, Фонтан есть Сурдж. И побежал. Ну да, Фонтан, конечно, он может гонять очень долго. Фонтан, наверное... Ха-ха-ха-ха-ха! Такой жучара этот Фонтан. Жучара плотный. Так, ульт Фуриона пытается отпушить крипов. Ну вот подходят, подходят ребята с соточкой и начинают объяснять. Да, тут то и дело, что сейчас уже парни зайдут на ХГ, а там еще и Куроки сзади подходят потихоньку. Куроки может просто заслипать. Так, крипы падают мгновенно. Такие ты кули, это... Ты посмотри, там бедный Бэйн. Бедный Бэйн от крипов пытается спастись? Да, да, да. Там, правда, еще Куроки есть, но... Успеете себя откуда-то? Нет. Такой этот слоу-пок Куроки. Он не увидел. Он просто вопа, вопа, вопа получил напас от крипов. Ультимейт, они выжили. Они ее убьют спокойно, один на один, смотри. Так, конечно, убьют. Ушла на 90 хп. А ты что думал, что вот эти ребята по сотке демеджей ей сейчас не объяснят? Что к чему? Кучку дуг. Вот тут уже, да, тут уже не вариант. Нет вот таких героев, которые способны хорошо... Нет, есть антимакс, да, с Баттлфьюри, с Владмиром, хорошо. А дальше-то что? Вот будет стоять антимак и отпушивать всю эту движуху до бесконечности. Придут ребята. Квапа умерла только что от иллюзий и крипов, да. Понятненько. Понятненько. Сейчас ты же вот ему бросай. Санстрайк. Пух. Бомбануло. Бэйна бомбануло, да. Да, но тут еще антимак у нас бегает, сетка по Иллидану. Иллидан. Иллидан морозит его, морозят по самое небалую. Отлично. Так, Сакура пытается спастись, ну, раскастуется сейчас, наверное, в Кроку. Кроку сам наживает. ГГ наконец-то пишет АМ. Действительно, пора. Крепы-крепы, смотри, как кучкуется так. У меня Сакура сбил там. Ну и посмотри, как быстро там, как быстро падает трон, да, действительно. От мега-крипами-то? Да, да, ну, вообще, вообще очень быстро падает. Друзья, вот такая, действительно, легкая игра получилась сейчас для Na'Vi. И посмотрим, что у них по турниру, как они там продвигаются. Потому что у Na'Vi тоже дела шли не очень хорошо, я слышал. Напроигрывали они не самое приятное количество матчей, да. Так что, теоретически, могут быть вроде у них проблемы. Ну и смотрим. Na'Vi 6-3. У них статистика. Посейдон, опять же, сейчас плетутся в хвосте. У них уже 5-8. Так что, шансов у них на выход не так уж и много. Пока мы с Каспером вылетели, там был элитный чатик. Элитный чатик, да, да, да. Хвост написал, что он никогда нас не любил. Ох уж этот хвост. Я ему потом все вспомню. Да, Сашкевич. Сашкевич, тебя спалили. Ну что, друзья, у нас небольшая рекламная пауза, буквально 5 минут, после которой мы ворвемся на следующий матч сегодняшнего дня. Это Альянс против Менес. Никуда не пропадайте. Хвост тут. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok